Сегодня мы с вами поговорим немножко про 37-ю страницу трактата Баба Мецея. Здесь довольно длинная мишна, части которой мы уже встречали в разных местах в Талмуде. Кажется, и в Абакаме, и в Ивамот, что-то подобное, и связанные темы уже упоминались. Я только попробую снова перевести мишну, у меня нет особых идушин. Понимаете, это трактат Баба Мецея, конечно, так же, как и в Абакама. Тут будет много и много страниц, к которым у меня не будет никаких особо новых идей или интересных каких-то необычных хидушин, или хотя бы какие-то агады, которые интересны, или какие-то практические применения халахи. Поэтому, чтобы просто не пропускать страницу, я буду делать минимальную работу. Если есть мишна, может быть, переводить мишну, если нет, то что-то, отдельно какую-то деталь переводить. Но, в общем, мои уроки не сделаны, как я уже говорил не раз, как мамыш, комментарий к дафьоми. Те, кто изучает дафьоми, это, конечно, великое дело. Это занимает как минимум где-то час, чтобы хотя бы на самом первом уровне поверхностно хотя бы пройти через страницу Талмуда. Должно занять около часа. И так действительно, во многих синагогах уроки по дафьоми, если проводятся. В очень многих синагогах есть уроки по дафьоми. И часто они отстают или перегоняют, у них не получается ровно идти страница в день во многих местах. Но, во всяком случае, в общем и в целом уроки обычно рассчитаны на час где-то изучения, чтобы в среднем проходить одну страницу Талмуда в день. Мои уроки рассчитаны на несколько минут, от трех до, может быть, самой длинной, кажется, были около 20 минут, на очень насыщенной странице, где я много чего хотел рассказать. Но ни один из этих уроков не переводил всю страницу подряд, каждое слово, а только в лучшем случае суммировал. А в случаях, когда я не видел ничего, кроме технических деталей, то тогда уроки были в основном короткие. И так, это, Мишна, тут целый ряд разных концепций. Первый случай, если человек сказал двоим, что я у кого-то из вас украл, не знаю у кого. Талмуда объясняется в Талмуде, что имейте в виду, что они сами об этом не знают, они ничего вообще не утверждают. Просто человек пришел вдруг к ним и говорит, что я вам должен, потому что я вас у кого-то украл. Так вот, если он хочет выполнить заповедь перед небесами, как говорится, тогда пусть платит тому и другому. Так объясняют наши суги. Помните, когда-то похожие вопросы были по отношению к мнению Раби Тарфона и Раби Акивы в разных сугиях. И вот здесь тоже возвращается к этому опять, собственно, эту Мишну и цитировали уже до этого в разных местах. И также, если человек, скажем, сказал, что какой-то из ваших отцов, я украл кого, даже не украл, а если кто-то из отцов ваших, отец тебя или отец тебя когда-то дал мне вещь на хранение, опять же, не знаю, кто это был, то нужно теперь тому и другому, если хочешь быть чистым перед небесами, то и тому и другому ты возвращаешь, раз он сам признался. А вот, допустим, такая ситуация, это может быть более применимо, что человеку двое дали что-то на хранение, один дал 200 долларов, например, 200, ну, динеров у них было, на моем примере 200 долларов, к примеру, Мишне 200 зуз, динеров, значит, один дал 200, а другой дал 100. И теперь каждый из них говорит, что я дал 200. Я не знаю, имеется в виду, что кто-то из них врет, или они действительно забыли, и каждому кажется, что он 200 дал. Вот что теперь делать? Так вот, первое мнение, что он отдает каждому по 100, да, в любом случае 100-то уж точно каждому из них принадлежит, а последняя сотня остается, как говорится, и ему нахавшей его или ягу. Помните, в самой первой Мишне в нашем трактате был случай, когда из-за тяжбы оба человека говорили, что это их талит, то постановила Гемора, что, Мишна и Гемора, что тогда делят пополам в определенных случаях и клянутся каждой, что хотя бы половина его. И там, на самом деле, возможно, что оба нашли одновременно, может быть, каждый думает, что он первым поднял этот талит, но, на самом деле, они одновременно его подняли, поэтому это, может быть, даже и справедливое решение. Во всяком случае, другого выхода у нас нет. А вот здесь не так решается, мы не говорим, что дать каждому по 150, это заведомо неправильно, потому что кто-то из них дал 200, а кто-то 100, с какой стати он 50 получит просто так. Здесь невозможно сказать, что одновременно как-то, да, здесь одного из них действительно ему принадлежит только 100, другому 200, мы только не знаем кому. Поэтому последнюю сотню мы никому не отдаем. Просто оставляем, как говорится, пока как-то не будет доказано, или не появятся свидетели, или еще что-то. Но это вот называется будет, дует, пока не берет Ильяху, то есть пока не будет пророчества, которое восстановит как-то и решит справедливо. Мы просто оставляем это. Может быть, в руках Бейдзина это оставляли. Во всяком случае, не возвращаем ни тому, ни другому. Это все первое мнение. А второе мнение Раби Йоси, он говорит, что тогда вообще обманщик ничего не теряет. Если один из них действительно знает, что он дал только 100, но пытается получить 200 нечестным путем, то что он потерял? Свои стоны так и так получил. Поэтому Раби Йоси считает, что никому ничего не возвращает. То есть все 300 оставляют, пока не придет Ильяху. И тем не менее, Талмуд объясняет, что если действительно было бы два разных депозита, да, два разных человека пришли, каждый принес свой кошелек, например, или свои какие-то деньги, а этот охранник не побеспокоился записать, кто из них дал ему 200, а кто 100, считается он как раз виновным. Ему надо было следить за такими вещами. Это его халатность. Поэтому, если действительно потом каждый говорит, что я тебе дал 200, он обязан будет каждому теперь выплатить, а не поклянуться, что действительно 200 дали. И он будет, получается, терять на этом 100 динеров, раз он так халатно отнесся к этому. А о каком же случае идет речь нашей Мишне, когда действительно он не платит им по 200? Это когда они пришли и вместе дали ему. Есть диспут точно в одной липачке, но во всяком случае, так как он видел, что они друг другу доверяют, то он может им сказать, что вы же друг другу доверяли, я видел, как вы вместе мне передали эти деньги. Так почему я должен беспокоиться, кто из вас дает 200, а кто 100? Если вы об этом не беспокоились, то тем более я не должен об этом беспокоиться. Поэтому закон такой, что он отдает, соответственно, каждому по 100 и оставляет 100 на хранение. Или, по-моему, Рабиоси вообще ничего не отдает пока. Ну и конец Мишны похожий на этот случай, только там уже про два сосуда, которые они дали, один дорогой, другой дешевый. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк.